ГОХА 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 обладателем бесчестия. Кроме того, после введения точки невозврата можно будет наконец дособирать некоторые наборы брони и получить бонусы за различные события на карте. Пока мы с вами морально разлагались на каникулах, трудолюбивые разработчики Black Desert показали класс. В смысле новый класс в игре, который называется Tamer, то есть Укротитель. Соответственно, воюет прекрасная девушка не мечами и посохами, а с помощью своих питомцев. У самой у нее будет довольно слабый уровень атаки и защиты, но вот призываемые существа всем должны дать прикурить. А еще на прошлой неделе стартовал закрытый бета-тест онлайн-шутера Call of Duty Online. Пока, правда, только в Китае, поэтому те, кто сумел все-таки туда прорваться, ждут очень суровые трудности в виде бешеного китайского пинга и, соответственно, китайского языка. Опять же, тем, кто смог туда пробраться, можно будет опробовать и PvP, и PvE режимы, пострелять из разного оружия и поуничтожать механических зомбарей. А механическими они будут потому, что в Поднебесной очень строгие понятия цензуры. И снова конкурс по Тере на Гохе.ру. Он называется «Озвучь скриншот». Задание, ну, понятно из названия, как всегда, без двойного смысла. Озвучивайте скриншоты, получайте сувенирку с логотипом Тера, вип-аккаунты на Гохе и пропуск во второе закрытое бета-тестирование. Конкурс идет до 28 января. Valve официально анонсировала первые детали проведения турнира The International 2015. Этот турнир будет пятым и соберет 16 лучших команд со всего мира. Победитель, как водится, увезет домой Aegis и внушительную сумму в долларах. В прошлом году это было 11 миллионов, сколько в этом году пока не сообщили, но из года в год сумма только увеличилась, так что вознаграждение наверняка будет очень солидным. Организаторы обещают объявить команды, которые сразу попадут в финальную часть уже после 1 мая. Основное действие пройдет в Сиэтле с 3 по 8 августа 2015 года, но вот точное место пока не назвали. И основные танцы с бубнами на мобо-сцене в последние дни, переход Hero of the Storm из альфа-тестирования в закрытую бету, который состоялся вот только что буквально. В честь старта за БТ запустили большое обновление, главными фишками которого стали новый герой Вождь Орды Трал, новая карта Небесный Храм, добавили систему рейтинга Лига Героев и режим драфта, а еще сбили цену на одного из героев. А вообще у нас по такому поводу есть большой красивый обзор, который можно почитать в разделе игры или на сайте на страничке обзоров. Еще одна наша большая радость и гордость. На нашем канале Гоха Медиа количество подписчиков перевалило за 80 тысяч. Мы хотим сказать вам за это большое спасибо, продолжайте дальше поддерживать нас. Конечно, мы тоже молодцы, но без вас мы не смогли бы набрать за прошлый год и кусочек этого больше чем 23 миллиона просмотров. Так что продолжайте в том же духе, а мы продолжим в свою очередь радовать вас интересными материалами про новые игры. Мы дождались первого дополнения для Assassin's Creed Unity. Оно называется Dead Kings и раздается бесплатно всем обладателям лицензионной копии в качестве компенсации за факап игры на старте. По сюжету Арно должен будет исследовать Сен-Дени, древний некрополь с запутанной сетью катакомбы глубоких пещер, где и покоятся эти самые короли. Главный писк близко на 2014, командный шутер Overwatch может оказаться и не Overwatch'ем, потому что название занято. Это как, спросите вы? А вот так. По словам сотрудников регистрации патентов и торговых марок США, это название уже застолбило компания Innovis Labs. Причем, по сути, тоже для игры. Правда, это скорее приложение с картами для пейнтболистов. Так что сейчас юристы Близзардов наверняка потеют в поиске вариантов решения этой проблемы. Каким оно будет новым названием или удастся договориться или перекупить название, покажет только время. Компания Beamdog и ее внутренняя студия Overhaul Games объявили о разработке сразу двух новых игр. Первая игра под кодовым именем Adventure Y будет ответвлением классической RPG серии Baldur's Gate. Ее действие будет где-то между первой и второй частями игры. Работать все это должно на обновленной версии Infinity Engine, той же, на какой работают Icewind Dale, Baldur's Gate и Baldur's Gate 2. А вторая игра будет называться Project Beard Trap и на этом информация заканчивается. Летом этого года, возможно, мы узнаем больше. И на десерт новое видео от CD Projekt Red, которое было сделано совместно с Microsoft с рассказом о об истории мира The Witcher 3 Wild Hunt. Если вы вообще не в курсе, кто такие ведьмаки, что такое дикая охота, откуда взялась магия, то будет интересно вам этот ролик посмотреть. Выход игры, напомню, состоится 19 мая 2015 года, если его опять не перенесут. Интересная разработка грядет на мобильных. Orpheus Interactive и 20-й век Fox анонсировали разработку мобильной игры Sons of Anarchy the Prospect в сеттинге одноименного сериала тех самых сынов анархии. В игре будет несколько эпизодов, а сюжет должен познакомить с ранее неизвестной главой в истории мото-клуба. Из трейлера не очень понятно, какой будет геймплей, так что подождем новых анонсов. Релиз на планшетах ожидается уже в этом году. На каникулах прошла выставка Consumer Electronics Show, она же CES 2015, на которой показали много интересных штуковин. И одной из них был последний прототип системы Oculus VR – Oculus Rift Crestant Bay. Вместе с ним показали работу высококачественного VR-аудио для PC и мобильных устройств. Упор на звук делается для еще более серьезного погружения, и поэтому разработчики планируют выпуск специального ПО, работающего по технологии Head-Related Transfer Function, вместе с системой отслеживания положения головы. Все это должно погружать в такой виртуальный мир, где реальной будет не только картинка, но и звук. И если честно, создалось такое ощущение, что система виртуальной реальности на этой выставке, да и вообще, только ленивый не представил. Например, в этот же лес ломанулась Razer. Она привезла очки-шлем виртуальной реальности, которая будет работать с открытой системой виртуальной реальности OSVR. У шлема Razer Hacker, 5,5-дюймовый дисплей, Full HD разрешение и поддержка 60fps. Очкариком откорректировать изображение должны помочь специальные линзы и настройка межзрачкового расстояния. Главный замысел, судя по всему, в том, чтобы создать открытую платформу, открытый стандарт для разработчиков оборудования и программ для виртуальной реальности. То есть, кто хочет, приходи, пиши, разрабатывай. Поддерживают Razer в этом крупные компании типа Bosch, SixSense, LeapMotion, а еще движки Unity 3D Engine и Unreal Engine 4. Девайс уже доступен в продаже, но только для разработчиков и стоит он 200 долларов. А вне CES у нас есть информация о разработке Steam Controller, которым нас поманили еще в позапрошлом году. Дизайн контроллера наконец-то утвердили, хотя менять его пришлось много раз и он отличается уже даже от июльских и майских изображений видео, которые мы смотрели. Конечно, по такой картинке сложно сделать выводы, но на другой мощной игровой выставке GDC 2015 должен все-таки состояться анонс и показ почтенной публике нового девайса. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наши каналы, смотрите наши новости и обзоры и с новыми силами в Новый год играть с удовольствием. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Америку где-то, ну примерно там несколько недель или может быть месяц после того, как произошло вот это вот заражение вирусом H1Z1, который начал превращать людей в зомби. Движок у игры от Planetside 2, соответственно, ну там...